Всем привет дорогие друзья и хорошего настроения, продолжаем играть в болотную атаку. Так, у нас второй день, давайте возьмем 600 монет, понятно, нам деньги никогда не помешают. Так, ребята, ну что, я решил все-таки прислушаться к вам и заменяю, короче, кислотный дождь на пугало. Но для этого мы его еще прокачаем, потому что, действительно, пока он отпугивает врагов, мы можем с вами, ну как, по крайней мере, мне подписчик написал, два раза перезарядить свой дробовик. Поэтому давай попробуем, раз, два, три, ах, чуть-чуть не хватает, и купим тогда припасиков. Все, максимально 10, и берем вместо кислотного дождя. Упс, вот так вот, ну что, посмотрим, как у нас пойдут дела. Ну, ребята, у нас с вами девятая миссия. Ну что же, поехали. Блин, когда я буду проходить уровни повышенной сложности, а? Кто мне скажет? Интеграция, да? Ну-ка, давай посмотрим, что это за интеграция такая. Хорош, ребятули, ну... Так, без свиней, ну, нам никак не обойтись здесь, да, я понимаю? Ну-ка, дай я посмотрю пугало, как работает. Я имею в виду, при почти полной прокачке. Ого! Слушай, ну я вам скажу, вообще шикарно. Возможно, ребята, вы были правы. Ты посмотри, как он долго держит их там. Ух! Вообще смачно. Ну, спасибо вам, ребятули, за классную подсказочку. Ты посмотри, он просто их не пропускал сюда. Я действительно мог успеть перезарядиться, если бы не отбивал вот этих... Вот жалко, что он не действует на свиней, которые у нас якобы с небес спускаются. Кстати, смотрите, если присмотреться на фон, то коровы у нас тоже на каких-то тросах. А троса эти подвешены к кранам. То есть... То есть все, ребята, объясняется легко и просто. Свиней спускают именно с кранов. А я раньше думал, как они сюда попадают? Да, вот элементарно. Это же стройка. Поэтому они вот на кранах и сюда к нам спускаются. Ладно, будем тогда их чикрыжить. Так, что это такое? Блин, да ну, хорош. Что, серьезно, что ли? Вот так вот прям упала ко мне сюда с небес и довольна. Это, наверное, ребят, тоже вот эта вот динамитомешалка. Она, наверное, упала с крана и попала сюда. Ну, чисто случайно. А может быть, эти свиньи сбрасывают их. Так, что, еще одна волна будет? Я ведь чувствую, что будет еще одна волна. Что там? Ребят, зачем я пугало бросил, а? Кто мне скажет? Давай, 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 пугало отпугивай этих охламонов от меня. Ну, еще так смеется прикольно. Ну, 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 ну. Без всяких этих давай, без глебов. Ха-ха-ха, ну, ржет прикольно так. Пугало. Вам, конечно, не будет слышно. Но, тем не менее. Так. Всех разнесло. Ребят, по-моему, последние здесь враги. И волна у нас будет пройдена. Ну, и, соответственно, и уровень тоже. Мне интересует, дадут ли мне умножение. Хочу с умножением. Хм. Да, ребята, в этот раз не дают. Я не знаю, почему. День дают, день не дают. Отчего это зависит? Без понятия. Так, возьмем пугало с вами. Закупим, пожалуй-ка, аккумуляторов возьмем. И давайте ульев еще прикупим. Чтобы у нас было полностью 10 штучек. Ну, и бомбу-вонючку, соответственно, тоже до 20. Так, и надо нам с вами прикупить, естественно, боеприпасы. Так, арбалет, коспоружье. Кисломет. Кто-то писал, ребята, что кисломет тоже офигенная вещь. Я не знаю, стоит ли прокачивать. Как-то, я не знаю, ребят. Ну, непривычно мне. Мне вот лучше косморужье. Оно бьет электричеством и причем тормозит их. Они, знаете, в такой некий ступор встают и их пробиваешь. Ну, а арбалет, вы сами прекрасно знаете. Дротики пролетают сквозь толпу. Они в определенного врага. И все. А кисломет он что? Ну, он их просто поджигает и кислотой травит. Ладно, ребята, у нас с вами халявный 10 уровень. Давайте попробуем его пройти. Искусство болота. Какое же тут может быть, ребята, искусство? Какое тут еще может быть искусство? Хорош! Сразу так. Что если, ребята, смотри. Эй! Так, тут еще мне не хватало ящиков. Ладно, ящики мы будем с вами последнюю очередь бомбить. Они очень... Ага, медленно, хотел сказать, идут. Нет, они довольно быстро и шустро продвигаются. Бомба, Ванюшка, шикарно. Так, отойди от дяди Васи. Да, ребята, я раньше его назвал дядя Вася на самом... Ой, дядя Ваня. На самом деле это дядя Вася. Дядя Ваня у нас там строитель. Спасибо, как говорится, за поправочку. Ну-ка, да я так сделаю. Бомба, Ванюшка. Что-то она как-то вот ящики не особо хорошо бомбит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребята, пол волны пройдено. Пол волны. Ну, враг, я так понимаю, утихомириваться не собирается. Так, давай перезарядку. Джо, перезаряжайся. Помогаем. Так, здесь нам достается еще одна бомба, Ванюшка. Естественно. Ребят, сейчас, по-моему, Васька-то нам... ...прибьют. У него очень-очень мало здоровья. Аккумулятор. Это хорошо, кстати. То, светлячки, ладно. Пугало мне дали. Ну-ка. Пускай, ребята, он отпугивает их. Пока мы будем с вами перезаряжаться. Посмотрим, действительно ли хватит нам на полную перезарядку, пока пугало здесь действует. Слушай, ну вполне. Вполне, я вам скажу. Очень классно, ребята. Да, я могу полностью перезарядить свой этот дробовик. Ну, идите, идите отсюда. Прилетели. Вася, ты, главное, держись там у меня. Не паникуй. Я не дам тебе в обиду. Пугало у нас пока стоит, отпугивает их. Ага. И я так понимаю, ребят, последние враги сейчас будут. Давай-ка бросим сюда аккумулятор. Зачекрыжим их. Так, отлично. Так, ну-ка, что нам здесь достанется? Косморужье. О-о-о-о-о, тихо. Смотри-ка, все-таки подпалил домик, а? Все-таки он подпалил мне домик. Но это терпимо. По-моему, все, прошли. Да, отлично. Здоровья на домике, как видите, еще много было, так что могли спокойно еще воевать здесь. Единственное, жалко, что умножения у меня нету. А такими темпами мы будем с вами долго тут копить деньги. А я хотел пугало прокачать по максималке. Сколько нужно? 36 тысяч. Ладно, ребят, еще терпимо нам 4 тысяч всего лишь накопить. И открываются дополнительные уровни сложности. Нормуль. А мы с вами переходим на 11 уровень. Потом, кстати, будут у нас бобры. Да-да, те самые бобры. Но, я так понимаю, уже будут в касках. Очистка сгустков. Ну и название. Название каждый раз меня удивляет. Очистка сгустков. Я так понимаю, сейчас, наверное, пойдут сюда слизни или что? Что-то в этом роде, наверное. Дай-ка я пугало вот сюда поставлю. Пускай оно их отпугивает. Причем отпугивает довольно хорошо. Оу, тихо. Как-то я, ребят, не заметил, что здесь уже у нас, оказывается, скунсы пошли. Эй-эй-эй-эй-эй, потише. Разошлись охламоны. Ну-ка, улья, дай-ка я им брошу сюда. Ха-ха-ха. Что, приуныли сразу же, а? Не нравится вам, да? А мне-то как нравится. Ну-ка, давай. Отлично. Давай-давай, осы. Кусайте этих охламонов, чтобы они не подходили вообще к моему дому. Чтобы их на пушечный выстрел здесь не было. Давай-ка вот сюда еще, наверное, пугало поставим. Пускай он отпугивает их. Ну да, я так понимаю, на летающих пугало вообще никак не действует, не влияет. Они спокойно себе летают. А вот кислотный дождь, хочу заметить, бомбит и летающих, и наземных. Вот так-то вот. Хотя, подожди, вроде бы они хотели подлететь, но не получалось. Дай-ка я еще разочек потом проверю, попозже. По-моему, они все-таки... Ну-ка, вот смотрим, ребят, бросаем. Я же вроде бросил пугало-то, эй. Так, я не понял. Это что, вот эта вот штука их засасывает, да? Подожди, это бесполезно. Давай вот так сделаем. Да что ж ты будешь делать-то? Все я с этим пугалом наношусь, как пульс и сельцом. Да, наверное, здесь у меня... Во, вот, момент. Ну-ка, смотрим. Слушай, по-моему, они тоже не могут, ребята, пролететь. Так что... Извиняюсь за то, что непроверивши сказал, что они могут пролететь. Нет, они не могут, ребята. Вот, тоже их отпугивает. Так, ну что ж, тогда это хорошо. Секунду, секунду, скунцы. Круто они здесь меняют. Да, значит, получается, что и летающие не могут пролететь, пока у нас стоит эта пугала. Это уже меня радует. Так, вот. Последнее, ребята, улучшение мы сделали. Теперь давай-ка мы с тобой что сделаем? Да, конечно же, купим боеприпасы. Отлично. Так, по-моему, по взрывчатке у меня все хорошо. Ну, можно... Давай возьмем, хорошо так и быть. Пугало прикупим маленечко. Купим с вами аккумулятор. Бомба-вонючка где-то здесь. Вот она. И улей. Вот. И три энергии у нас есть. Будет четыре, как раз, когда мы пройдем двенадцатый уровень. Погнали. Вне контроля. Ага. Поросята. Так, дай-ка я вот так, ребят, сделаю. Пускай не подходит к нам вообще здесь. Ха-ха-ха. Боятся. Вот так вот бойтесь, а я еще сюда аккумулятор брошу. Ох, как там хорошо прожаривает. Смотри. Пугало у нас прокачано по максималке. Теперь оно должно еще дольше стоять. А мы пока будем с вами перезаряжаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Не вовремя. Мне нужно перезаряжаться. Джо, давай быстрее. Давай быстрее, Джо. Все, отлично. Теперь можно приступать к войне. Дают нам еще пугало на халяву. Слушай, ну прикольно. Прикольно, я вам скажу. Стоит оно долго. Эффективно. То есть вообще никого не пропускает. Мне нравится. Дай-ка я улей брошу. На, получи. Ха-ха. На закусочку. Опять эти свинюшки летят. Так, слушай, а у нас улей нет. По-моему, у нас он по полной прокачан, да? И осы, как говорится, кусают по всей строгости порядка. Ха-ха-ха. Ну куда вы бобры прете? Ну ведь бомба-вонючка работает. А этот хорек-скунс, я не знаю, меня бесит. Так, еще коровы здесь пошли. А ну-ка давай, угостим их немножко осами. Нормуль. Так, кто-то из подписчиков написал, что на 30-й серии я пройду игру. Наверное, ребята, это будет даже раньше, мне кажется. Наверное, это будет пораньше. Так, уйдите отсюда. Давай-давай-давай. Никого не пропускаем. Так, бомба-вонючка пошла. В бой. Так, этого харька надо взорвать. Он подоел уже летает. Тоску, как говорится, на меня наводит. Вот эти, конечно, выдры, они хитрые. Они могут, ребята, под водой даже то же самое пугало обойти, понимаешь? Опа, 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 пулечки. Что-то у вас много слишком встало на этой карте. Мне слишком тесно. Блин, дом мой горит. Домик мой горит. И все. Прошли, по-моему, да? Ух, прочапали. Так, 15760 монет я зарабатываю. Этого мало. Да, улей у нас прокачан по полной программе. 150 тысяч. Ну, конечно, можно было бы, ребят, накопить. Но без умножения это очень и очень сложно. Хотя можно. Если проходить уровни сложности, которые у нас новые открылись, то там, поверьте мне, да еще если при умножении, ух, там можно буквально сразу же заработать 150 тысяч. Ну, я имею в виду, если проходить вот эти вот уровни. Где у нас халява. Там можно, ребята, быстренько накопить 150 тысяч. Даже больше. Так, ну что же. Неужели здесь откроется дядя Ваня? Мне кажется, это единственный персонаж, по-моему, который, да, у нас еще не открыт. Ну, не считая свиньи. Да, дядя Ваня должен открываться. И он на пятнадцатом уровне. А мы с вами... А мы с вами пока на тринадцатом. Раз, два, три. Короче, ребята. Под конец мы с вами должны открыть дядю Ваню. Так что, давайте вперед. Не будем унывать. Под наблюдением. Ах ты. Эх, комарики. Давно у вас не было. Очень давно я даже соскучился. Ну, что вы трете, крокодиточки? Давай сюда пугало поставим. Чтобы они как бы и подходили, и в то же время вроде бы и не подходили. Мы их могли отпугивать обратно. Ну, да, да, да. Конечно. Ага. Держи карман шире. Ха-ха. Спустился он с небес. Слушай, ну классно получается. Смотри, вообще не пропускает пугало никого. Ни комаров, ни единой души. Так, пугало исчезло. Давай поставим. Жалко, ребята, нету какого-то счетчика, да, времени, чтобы знать, когда у тебя пугало исчезнет. Чтобы, как говорится, тебя не поймали врасплох. Опс. Ха, как же оно ржет, да, это пугало. Такой истерический смех. А ну-ка. Аккумулятор. Да ладно. Что-то быстро ты пугала как-то. Или я уже просто зажрался. Ну, давай, 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 давай. Враг, как говорится. Такой стеной идет, да, практически беспробудной. Смотри, просто. Нет даже ни малейшего просвета. Ха-ха. Давай, давай, давай. Бомбим их всех. Так, надо, наверное, улей бросить на всех случаев. Пускай развлекаются. Медведь, куда ты постоянно бросаешь свою бутылку с коктейлем молотого в небеса? Зачем ты так делаешь? Так. Нормуль. Давай-ка мы вот так сделаем. Оп. И сразу на попятную. И сразу, ребята, они на попятную ее поперли. Улей. Давай, кусай, кусай, кусай их всех. У нас, ребята, полностью здоровье, да, восстановилось на нашей базе. Ха, на нашем домике. И уровень пройден. Так, все ближе и ближе мы с вами к тому, чтобы открыть дядю Ваню. Так, мы с вами очень сильно потратились. По-моему, не особо, да? Поэтому давайте сразу в бой. Четырнадцатая миссия у нас. Защитный патруль. Иди отсюда, спустился он мне. Хороший, я тебе сказал. Хе. Пускай ребята подойдут чуть-чуть поближе, я потом брошу бомбу вонючку. Пора. Пора, как говорится, идти со двора и искать охлаждения. Так, а вот это вот уже лишнее. Вот этих вот мне здесь с ним не надо. А слушай, они, наверное, и пугало. Они смогут? Ну, давай посмотрим. Да, ребята, они могут пугало тоже, как говорится, засасывать. Поэтому нужно уничтожать их в любом случае. Хочет это или нет. Короче, эти ребята, которые с пылесосами, они не могут только лишь бомбу вонючку засасать, потому что мы, ребята, просто тратим с вами воду, по большому счету. И это классно. Опа-на, опа-на. Ускоренницы, да? Они думали, что у них все получится. Нет, тут-то было. Эта штука их ускоряет, а мы их, ребята, в этот момент, наоборот, отталкиваем. Так, ну-ка. Пора, наверное, переключиться на более стабильное оружие. Вот так. Отлично, выходит все. А, кузен, оказывается, ты можешь их языком облизывать этих лопуков, да? Отлично, я понял тебя. Тебе, как говорится, пофиг, комары это или еще кто-нибудь, тебе главное облизать. Опа, я вот смех-смехом, ребята, а здоровье-то у нас на базе. Смотри, сколько мало было. Фух, прошли. Можно сказать, даже чудом уцелели. Я что-то даже внимания не обращал на здоровье нашего домика. Ну что, ребята, у нас... Так, 38 тысяч. Кто-то спросил, почему я не использую гранатомет. Ну, ребят, вы сами видели в прошлых сериях, как он себя ведет. Мне не понравилось. Мало, во-первых, зарядов... Ну, неэффективно мне... Не, вот, по-моему, оно неэффективно. Вот, может быть, против боссов, как кто-то писал. Но именно вот в бой брать не вижу смысла. Так, ребят, ну что, 15-ая миссия у нас. И дядя Ваня, как говорится, будет у нас в кармане. И, кстати, деньги нам пригодятся на то, чтобы его улучшить. Плыви по течению. Вот так вот. Хорошо, давайте плыть по течению. О, тут и пиранья. Да ладно, серьезно что-то? Так, срочно в тарелку. О, с моружьем. Мне бы это, конечно, сейчас не очень нужно, но... Эй-эй-эй-эй. Так, ну-ка. Ёб, простая, ребят, что за фигня? Аккумулятор, вот-вот-вот-вот оно, спасение. Хоть какое-то, да? Так, пиранья тут кусает меня. Ага, дали арбалетик. Мне бы лучше бы что-нибудь такое, или аккумулятор, или бомба. О, это другой разговор. С аккумулятором как-то поспокойнее, согласитесь. Чем без него. О, даже пугало дали. Даже мне дали пугало. Ха-ха-ха, это истерический смех. Он меня добивает, ребята. Так, еще один аккумулятор. Ну что же, я думаю, я пройду здесь. Так. Без проблем особо. И еще один аккумулятор. У-у-у. И арбалет. Все, ребята, я перезаряжаюсь. Ага. И брошу сейчас аккумулятор. Погнали. Так, тарелочка летит. Еще один аккумулятор. Ну, теперь уже сто процентов пройду. Забираем все деньги, которые выпадают. Так, маленькие пришельцы. Бросаем. Так, у меня еще шесть болтов для арбалета. Можно, в принципе, пострелять. При желании. Ой, бомба-вонючка мне еще выпала. Это вообще, ребята, классно. Это просто классно. Ну, давай, давай, давай. Опа. И еще одна вонючка. Применяем. Что нам? О, еще и улей. Вдобавок. Ну, все. Я так понимаю, ребята, это сейчас будет последняя волна у нас. И мы с ней быстренько сейчас справимся. Еще одна бомба-вонючка у нас в запасе. Плюс. Вот он, ребятушки. Дядя Ваня собственной персоной. Строитель. Конечно же, забираем его. Не понял. Я уж думал, кто-то еще должен прийти. Так, получено 16 тысяч. Но для меня не это главное. Мне главное посмотреть, что из себя представляет дядя Ваня. Так, это оборонка у нас. Дядя Ваня купить. Что он делает? Быстрый, сильный и крутой мужик с золотым сердцем и парочкой кирпичей в карманах. И... Я, конечно, тебя понимаю, что парочка кирпичей в кармане. Ладно, давай вместо дяди Васи возьмем дядю Ваню и нашего медведя. О, у нас еще энергия есть как раз. И затестим, что он у нас делает. Что он делает? Так. Рашлеметизация. Ничего себе название. Бросать кирпичи, что ли? Да, ребята, он бросает кирпичи. Слушай, я даже... О, тихо. Что-то у вас тут слишком много. Честно говоря, я не особо могу понять, лучше ли он нашего дяди Васи. Ребят, короче, давайте так, напишите мне в комментариях, кто по-вашему круче, дядя Вася или дядя Ваня? Дядя Ваня это, ребята, вот этот строитель. С добрым, как говорится, сердцем. Что-то я как-то даже и не знаю, что и сказать вам. Он бросает кирпич, да. Я не... А, вот оно что! Помимо того, что он бросает кирпичи, он еще защищает в ближнем бою. То есть, когда подходит к нам враг, он его вот этой вот лопатой бомбит. Насколько я понял, да? Так, слушай, отвалите отсюда, а? Скунцы. Ну ты-то тут вылезь тоже мне. Ладно, давай-ка мы сделаем вот так и будем перезаряжаться. Медведь однозначно крутой, потому что вы сами видите, он бросает коктейль молотова и поджигает всех. Особенно если они в кучке идут. А дядя Ваня, конечно, крут, когда... Он бросает кирпичи. Главное, что он бросает, а не откладывает. Вот, и в ближнем бою он может все-таки постоять. За себя и за меня, как говорится, заодно. Так что, скорее всего, мы его, наверное, оставим. Но, в любом случае, мне хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу. Так, давай-давай, вот так вот сделаем. Не будем тут теребунькаться. Так, бомба вонючка пошла. И это последние, ребята, хламоны, которые к нам тут прибыли. Мы с ними сейчас быстро разберемся. Ну, давай, вылази, где ты там? Куда он, ребята? Вон он плавает, плавает. Вижу, 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 вон. Ать, попал. Ну что же, ах ты, елки-палки, еще один. Ну что, ребята, мы с вами прошли. Энергии у нас, к сожалению, больше нету. Накапливаться она будет где-то долго. Так, а мы сейчас можем с вами прикинуть. Знаете, что я вам могу сказать? Наверное, уже на следующей серии мы с вами сможем пройти игру. Скорее всего, это будет так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Ну ведь, если бы у меня сегодня было бы умножение, ребята, я бы за рекламу посмотрел бы видосик. И мне дали бы энергию. Соответственно, мы бы с вами прошли еще дальше. Хотя бы уровня три или два. Ну, а в этом случае делать нам, ребята, нечего. Ждать мы не будем с вами по 10 минут на откат. Так что, увидимся в следующей серии. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok